Привет, мои любимые и дорогие зрители! В этом видеоролике поднимем с вами достаточно важную тему, потому что в течение двух месяцев в Украине происходил квест под названием «Успей зарегистрироваться» или «Можно через Резерв Плюс» и есть достаточно интересное разъяснение. Выдержка из Резерв Плюс не спасет. Кого из украинцев может задержать ТЦК и почему могут возникнуть проблемы с документами? И дальше, друзья, в этой статье идут уникальные разъяснения. По-другому их не могу назвать. То есть, есть там представитель Министерства обороны официальный, и он говорит, что в принципе приложение «Резерв Плюс» это то же самое, что учетный документ. То есть, это приписное свидетельство, военный билет, оно его полностью заменяет и соответствующее вот все. Как говорится, оно у вас есть и все нормально. Также можно сделать там какую-то распечатку из этого приложения, если хотите, носите это с собой, показывайте полицейским, ТЦКУнам, и они не должны вас трогать. Кроме того, я еще читал другие разъяснения от некоторых наших депутатов, а именно Венеславского. Так он там вообще говорит, что если не признают «Резерв Плюс», не признают те все коды, то жалуйтесь там на линию Министерства обороны. Конечно, как это делать, если сотрудники ТЦК забрали у вас телефон, возможно, еще скрутили силой и кинули в бусик, он, конечно, это не объясняет, то есть, попросту издевается с людей. Далее, там идет другая мысль в этой статье, полностью противоположная. То есть, там говорится, что если даже у вас есть этот QR-код, есть документ, есть там это приложение, то, в принципе, сотрудники ТЦК и полиции могут его проигнорировать. Ну, вот так вот они себе решили, что нет у вас бумажного документа, они могут вас задержать, могут составить штраф, могут не пускать, могут ограничить, могут забрать. Ну, и все прелести, несмотря на то, что у вас есть этот тип документов в смартфоне, к вам могут применить. То есть, вот это вот наглядные последствия того, когда в стране, как по мне, не работают никакие законы. То есть, это приложение «Резерв Плюс», оно незаконно. Уже я недавно это говорил, видео отдельное об этом записывал. То есть, закона, который регулирует его деятельность, не существует. Точка. Другого здесь никакого «абы», там что-то «абы», да «абы» не может быть, потому что его попросту нет. Соответствующие, как бы, те же полицейские получаются по-своему правы. А вот эти с Министерства обороны, они взяли такую какую-то линию, как по мне, непонятную, что вот есть это приложение, есть какие-то QR-коды, нигде это не написано. Ну, вот мы так себе решили в Министерстве обороны. То есть, одна вот эта ветка Министерства обороны, ТЦК их может не признать, но в тот же момент само Министерство обороны их признает. Я здесь повторю мою мысль, что в любом случае реальный документ – это тот документ, который является бумажным. Пока не будет принято какого-то отдельного закона, где будет написано, ну, что вот «Резерв Плюс» там заменяет паспорт, заменяет военный билет, еще что-то там заменяет. Пока такого нет, в любом случае, по сути, сам документ, он должен быть бумажным. Далее, опять же, вернемся к Одессе. Произошел очередной трэш. Сотрудники ТЦК вместе с полицейскими, там, разнополыми, и жиночка там какая-то полицейская была нехорошая, они там напали на мужчину, напали на женщину, все, как говорится, по вот этим стандартам. Пытались их забрать, похитить куда-то там в ТЦК. И даже дошло до того, что сотрудники полиции скрутили эту женщину, применяли к ней физическую силу. Это делала полиция Одесской области, патрульная полиция конкретно. То есть, вели себя, мягко говоря, так как сотрудники полиции себя вести не должны. А про ТЦК это я вообще молчу. Это, как говорится, организация нам всем. Понятно, не хочу здесь 29-й раз одно и то же вам рассказывать. И, как результат, люди пострадали, я считаю, пострадали ни за что. К ним ни за что применили физическую силу полицейские и сотрудники ТЦК. И даже в полиции выдали какое-то там разъяснение. Сегодня на улице Среднефонтанске выник конфликт между женщиной и войсковыми. Громадянка проводила себя агрессивно, кидалась в бийку, нареагивала на вимоги прекратить противоправные действия. Через что патрульные были вымушены застосовывать данные заходы физического вплыва, специальные засобы, кайданки. Женку доставили до видделания полиции с метою квалификации ЕДИ. То есть, суть здесь какая, друзья. Уже рассказал, еще раз повторяю. Кстати, все видеоролики, видеоподтверждения, они являются неформатными. Есть в моем телеграм-канале. Ссылочка на телеграм и на видео, как всегда, будет в описании. Если кто-то не смотрел еще эти видео, перейдите, ознакомьтесь и, конечно же, подпишитесь. То есть, женщина виновата перед сотрудниками полиции и перед сотрудниками ТЦК. То есть, они там писали военными. То есть, женщина, вдумайтесь, виновата перед вооруженными мужиками. Ну, вот до этого вот дошли мы, дожились. Вот, и, конечно же, возникает вопрос, зачем нам такая полиция, зачем этот ТЦК? Почему они все не воюют? Ну, тот вопрос, который задает каждый нормальный здравомыслящий себе человек. То есть, люди вооруженные в форме, их сотни, сотни тысяч, их держат в тылу для того, чтобы они женщину паковали и с нее издевались. Ну, вот, это единственное, наверное, их нахождение, единственное их, вот, зачем они нужны, почему они все не воюют? Следующие полиции Тернопольщины оголосили противникам одного из районных ТЦК подозру в чинении злочины узкой неорганизованной злочинной группы. Вот тут дальше уже идет какая-то параллельная реальность, как по мне. Сотрудники полиции арестовали сотрудников ТЦК. За что, вы спросите? За то, что они исполняли честно свою работу. Они просто делали то, что делается по всей Украине. В частности, это происходит постоянно в Одессе. Они брали, похищали человека, потом его удерживали и вымогали денежные средства. Ну, как говорится, что в этом такого? Вся Одесса знает, что у нас такое происходит. Суммы достаточно там значительные. Говорят, что этот там начальник ТЦК вместе со своими этими подельниками, публичниками, чех их там назвать, они зарабатывали до 150 тысяч в месяц долларов США на этой схеме. То есть, они похищали человека где-то там, говорят, чуть ли и ночью еще домой заходили, потом его держали, вымогали деньги, а потом его вуаля отпускали. И тут почему-то полиция на это среагировала. Я думаю, что попросту не поделились. Есть такое вот понятие. Я не думаю, что это приобретет массовый характер из сотрудников вот этих всех наших ТЦК в Одессе, в частности, и начальников завтра приедет полиция или какой-то там ДБР и арестует, посадит в тюрьму. Как говорится, там будет какая-то хотя бы видимость, для чего нужны эти правоохранители в Тулу. Но, как мы понимаем, это просто частный случай, который не имеет ничего, ну, будем говорить, к той действительности, которая у нас на сегодняшний день есть. Но все равно мне, конечно, хочется верить, что рано или поздно такое произойдет со всеми сотрудниками центра комплектования, кто нарушал права граждан, кто совершал преступления против людей. А преступлений там, ого-го, я думаю, набралось, что хватит и хватит. Всех там на самом деле их надо и ТЦК разгонять, и их привлекать, и вообще эти вопросы с этой организацией решать очень серьезно. Потому что, так как она себя дискредитировала, ничего у нас такого с остальными органами, даже государственными, даже сравнить нечего. Омбудсмен заявил, что экс-начальник колонии, где пытались заключенных, получил 400 тысяч гривен премии. Премия была выплачена за особые достижения в работе. Об этом заявил Дмитрий Лобунец. Я хочу заметить, друзья, у нас есть министр юстиции, этот ужас и кошмар, который они устраивали в этих колониях, там просто эти видео все были раньше и в телеграммах везде, слава богу, что у нас есть хоть какая-то правда до нас доходит, потому что в ютубе же ничего, вы понимаете, нельзя показывать. Издевались людей, пытали их, многих до смерти забивали, довели, честно сказать, до ужаса и кошмара, с целью, чтобы им каждый месяц какие-то деньги платили, чтобы они с людей, которые находятся в этой колонии, не издевались. Почему министр Малюська, почему он до сих пор находится в своем кресле, почему он не уволен, не привлечен к уголовной ответственности, это вопрос к тому же, что я рассказывал раньше про полицию и про ТЦК. То есть то, что человек никак не защищен, а они, видите, могут делать все, что угодно, еще себе совести у них хватает начислять какие-то премии за очень хорошую и продуктивную работу. Че отримуют украинцы повестки в электронном формате? Нардеп відповів. Нардеп – это тот самый Венеславский. Он сказал, что лично позиция самого товарища Зеленского, что никаких повесток в электронном виде быть не должно. То есть, если уже начинают, как мы видим, поднимать тему про электронные повестки, они, как мы понимаем, уже, наверное, не за горами, потому что к чему они это рассказывают, если этот вопрос никто не задает. Для донычан простылой процедуру будивництва артезианских свердловин – решение уряду. Какая-то параллельная реальность, по-другому не могу назвать. Там Донецкую область обстреливают, захватывают, они решают вопросы, чтобы какую-то процедуру принять, чтобы облегчить это все. Вы не можете людей оттуда эвакуировать, вывезти этих людей оттуда. Зачем они там сидят под бомбами? Вывезите им, дайте им жилье, дайте деньги, решите вопрос нормально, чтобы люди там не мучились, не сидели под этими обстрелами. Тем более Российская Федерация, как мы видим, друзья, постоянно идет в атаку, постоянно нападает. Вот я в конце видеоролика попробую немножко отвлечься от всех этих ТЦКшных дел и тому подобного, сказать мое мнение как адвоката в первую очередь. Вот дело Фарион, убийство Фарион, задержали этого парня. Какие по мне, как вот юристу, должно быть доказательства, улики, как должно быть доказано, что он совершил? Первое, должна быть, к примеру, видеозапись. Видеозаписи нету, где он это совершает. Далее, должно быть какие-то показания свидетелей, что свидетели видели, что это конкретно он делал. Третье, должно быть оружие. Ну, вот оружие где-то должны найти, что там, допустим, отпечатки пальцев или еще что-то. Ничего подобного сделать не могут. То есть, собрать доказательную базу о том, что человек совершил это убийство, вообще не могут. Вот у меня есть большой вопрос. Если вот власть у нас переменится, Зеленский уйдет, придет кто-то там другой, не дай бог, еще что-то будет хуже, знаете, как говорится, у нас каждый следующий хуже предыдущего. И получится так, что скажут, что оказывается, вот то, что я сейчас говорю, это повторят, что нету никаких доказательств, потому что, как по мне, вот там с доказательствами вообще все очень плохо. Из-за того, что там дочка Фарион кидается на этого пацана, потому что на самом деле очень большой вопрос, ну, был ли он там, виноват он, совершал ли он. Потому что я ни одного доказательства специально много времени вот так вот подождал, может, они что-то все-таки покажут, вывалят, как говорится, какие-то доказательства. Нету, доказательств нету. То есть, в нормальной стране его вообще должны отпустить и нигде там не держать. Но у нас же работает как? Сам министр МВД, не кто-нибудь, его замы обвинили, его сказали, что он виноват. А теперь там тот следователь с прокурором, они должны крутиться как угодно и придумать ему какую-то вину, этому человеку. Хотя на самом деле, мое мнение, что надо разбираться там гораздо глубже и искать действительно того, кто это совершил. Потому что те доказательства, которые я вижу как юрист, мое мнение, их попросту недостаточно. И извините меня, что где-то кто-то сидел на скамейке, курил папиросу, ну, простите меня. Так любого человека из вас, меня, Вовчика, кого угодно, можно взять и в чем хочешь обвинить. Так оно не должно быть. Но, как мы видим, к сожалению, законы у нас особо в нашей стране не работают. И это очень печально. На этом, друзья, попрощаюсь с вами. Пожелаю, конечно, всего самого наилучшего. И если вам не сложно, подпишитесь на мой YouTube-канал.